Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы расскажем о работе с пультом и позиционировании системы автонаведения Nexstar от компании Celestron. Для этого мы используем телескоп модели 6SE. Вначале вкратце расскажем об алгоритме позиционирования. Итак, после включения телескопа нам надо будет сделать следующее. Первое. Ввести координаты места наблюдения. Они будут записаны в память пульта и при последующих включениях запрашиваться не будут. Второе. Ввести время и дату наблюдения. Эти данные устанавливаются или подтверждаются при каждом включении. Третье. Выбрать метод позиционирования и с помощью клавиш курсора направить трубу телескопа на один или несколько небесных объектов. На этом позиционирование закончится и можно будет приступать к автоматическому поиску объектов и их наблюдениям. После включения электропитания на дисплее пульта появится надпись NEXT STAR SE и бегущая строка PRESS ENTER TO BEGIN ALIGNMENT, что означает нажмите ENTER для начала позиционирования. Однако прежде мы настоятельно рекомендуем восстановить заводские настройки. Это сбросит все предыдущие данные, в том числе и ошибочные. Для этого нажимаем на пульте клавишу меню. На дисплее появится надпись меню ниже список пунктов и двухсторонняя стрелочка, что означает возможность листания. Клавишами UP или DOWN листаем список до пункта UTILITIES и жмем клавишу ENTER. На дисплее появится надпись UTILITIES, ниже список пунктов и двухсторонняя стрелочка листания. Клавишами UP или DOWN листаем список до пункта FACTORY SETTING, жмем клавишу ENTER. На дисплее появляется бегущая строка с предупреждением о сбросе всех пользовательских настроек. Смело жмем клавишу 0 для установки заводских настроек. Появляется надпись CYCLE POWER. Необходимо выключить и включить электропитание. Заметим, что при следующих включениях процедуру сброса настроек повторять не обязательно. После включения питания и нескольких секунд инициализации снова появляется надпись NEXT STAR SE и бегущая строка PRESS ENTER TO BEGIN ALIGNMENT. На этот раз переходим к позиционированию и жмем клавишу ENTER. Появляется надпись SELECT METHOD и список пунктов с двухсторонней стрелочкой. Система NEXT STAR предлагает несколько методов позиционирования. Мы рассмотрим самый быстрый и простой, но и наименее точный метод. Это позиционирование по объекту Солнечной системы. Для этого клавишами UP или DOWN выберем пункт SOLAR SYSTEM ALIGNMENT. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись SELECT ONE ниже CUSTOM SITE, что значит выбрать место наблюдения. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись ENTER LONTITUDE. Введите географическую долготу места наблюдения. Цифровыми клавишами вводим свои данные. Для Харькова это 36 градусов 14 минут 00 секунд. Жмем клавишу ENTER. Далее клавишами UP или DOWN из списка выбираем EAST или WEST . Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись ENTER LATITUDE. Введите географическую широту места наблюдения. Цифровыми клавишами вводим свои данные. Для Харькова это 50 градусов 00 минут 00 секунд. Жмем клавишу ENTER. Далее клавишами UP или DOWN из списка выбираем NORTH или SOUTH . Жмем клавишу ENTER. Как мы уже упоминали, заданные координаты пульт запомнит. И в дальнейшем при наблюдении в той же местности их вводить не надо. Продолжим. На дисплее появилась надпись TIME. Введите время в формате часы. Минуты, секунды. Цифровыми клавишами вводим данные текущего времени. Например, 2300. Жмем клавишу ENTER. В новом списке клавишами UP или DOWN выберем DAYLIGHT SAVING или STANDARD TIME при его отсутствии. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись SELECT TIME ZONE. Из списка клавишами UP или DOWN выбираем свой часовой пояс. Для Харькова это ZONE 2. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись DATE. Введите дату в формате месяц, день, год. Обращаем внимание сначала месяц, затем день. Цифровыми клавишами вводим текущую дату. Например, 07 июль, 21 день, 16 год. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись SELECT OBJECT и список ярких объектов Солнечной системы, доступных в это время. Клавишами UP или DOWN выбираем известный Вам объект. Например, MOON, Луну. Ее уж точно все знают. Жмем клавишу ENTER. Появляется надпись CENTER MOON и бегущая строка USE DIRECTION BUTTON TO CENTER OBJECT IN THE FINDERSCOPE. Используя крупные клавиши курсора, направляем телескоп на Луну и центрируем ее, глядя в Искатель. Заметим, что при этом, для корректной работы автоматики, последние подвижки должны совпадать с направлением вращения неба. Для северного полушария это всегда слева направо, не забываем о зеркальности картинки в окуляр. А также подвижки вверх в восточной части неба или вниз в западной части неба. После точного центрирования Луны в окуляре для окончания позиционирования жмем клавишу ALIGN. На несколько секунд появляется надпись ALIGN SUCCESS – Успешное позиционирование. Затем появляется надпись NEXTAR SE – Телескоп сопровождает вращение неба. Мы слышим тихое урчание приводов монтировки. Итак, быстрое позиционирование закончено. Теперь можно выбрать нужный нам объект. Например, яркое шаровое скопление в созвездии Геркулеса, известное под номером 13 в каталоге MESIE. Нажимаем на пульте клавишу M для вызова этого каталога. Появляется надпись ENTER NUMBER MESIE. Цифровыми клавишами вводим нужный номер 013, жмем клавишу ENTER. На дисплее появляется надпись MESIE 13, монтировка находит объект, включает его сопровождение. Скопление M13 попало в поле зрения окуляра 25 мм, но не по центру. Клавишами курсора пульта поправим его положение и насладимся длительными наблюдениями. Чтобы перейти к другому объекту, нажмите клавишу UNDO. Появится надпись NEXT STAR SE. Теперь можно выбрать следующую небесную цель. Система автонаведения Celestron NEXT STAR предлагает и другие методы позиционирования. По одной звезде, по двум звездам, по трём небесным объектам, а также позиционирование экваториальных монтировок. Но все они очень похожи на описанный выше процесс, так что разобраться с другими методами не составит большого труда. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!